Я комментариев никаких давать не буду. Вы знаете, я уже свою позицию излагала, поэтому я больше ни одному изданию ничего говорить не буду. Мне извратили в одном издании, извратили точно так же в другом. Так мы приехали разобраться. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Людмила Пестова, директор той самой, уже нашумевшей по всей стране, сосновоборской школы номер 4, там, где четвероклассника затравили из-за необычной прически. Причем затравили не школьники, критика началась со стороны учителей. Прокомментировать скандал Людмила Михайловна отказалась категорически, хотя еще несколько дней назад так же категорично объясняла маленькому Прохору, что его стрижка практически незаконна в этих стенах, ссылаясь на школьный устав. Хронологию событий восстанавливают одноклассники Прохора. Мы сидели на уроке математики. Его позвала учительница, его отвели к директору. Они там поговорили. Директриша увидела Прохора прическу и выгнала его из школы. И это его родители как-то... И он позвал своих родителей. Они пришли, начали разбираться. Почему нельзя ходить с такой прической? Прохору 10, больше 5 лет. Мальчик занимается футболом. Он уже успел завоевать 6 кубков и 17 медалей. В будущем планирует играть в Манчестер Юнайтед. Своим кумиром школьник считает нападающего Лос-Анджелес Гэлакси Златана Ибрагимовича. Футболист носит прическу под названием «Мэн-Бан» или «Мужской пучок». Подражая любимому спортсмену, Прохор попросил своих родителей сделать ему такую же стрижку с выбритыми висками и покрашенным хвостиком, рассказывают друзья юного футболиста. Да, он сказал, что у всех футболистов, он на футбол ходит, у всех футболистов такие прически. Ему понравилась она, и он сделал себе такую прическу. Однако прическа не понравилась ни учителям, ни директору. По рассказам учеников, с Прохором проводили даже воспитательную беседу. Завуч принесла 10-летнему мальчику распечатку малоизвестного паблика «Карельская губерния». Там автор статьи критикует новомодные прически. Материал так и называется. Зачем современные мужчины носят эти ужасные хипстерские пучки? Колумнист сравнивает популярные стрижки с прическами фашистов из движения «Гитлер-Юген». Директор заявила родителям Прохора, что пучок надо состричь. В противном случае четвероклассника переведут на домашнее обучение, рассказывают школьники. Поговорить с Прохором и его родителями не удалось. После ажиотажа в СМИ от интервью семья отказывается. Родители всячески опекают своего сына от внимания журналистов. О школьных репрессиях со стороны директора рассказывают и другие ученики четвертой школы в Сосновоборске. Перед школой я покрасилась черно-белой. И ей это не понравилось, лично ей не понравилось, и она говорит перекрашиваться. Но мама мне сказала, если она тебя выгонит с уроков, идти жаловаться в администрацию. Но она говорила то, что раньше я была нормальным ребенком, а сейчас я стала какой-то другой. Другой в ее понимании это как? Ну она сказала фразу, типа, раньше ты была небом, теперь ты земля. Бороться с экстравагантными прическами, по словам школьников, Людмила Михайловна начала недавно. Доходило даже до того, рассказывают ученики, что директор заявила, окрашивание волос – это удел сексуальных меньшинств. Я в шоке, потому что раньше было то, что дресс-код, но насчет волос такого не было. И это уже, по-моему, слишком. Я не красила волосы, но я вижу, как она относится к тем, кто красит волосы. И это мне не нравится. Это одиннадцатый класс, у тебя был достаточно волосат, вот такой карай. Иногда собирал в хвостике один, второй. Никаких проблем, честно говоря, это не вызывало ни у кого, ни у учителей, ни у мамы. Свои школьные фотографии показывает Алексей Машегов. На снимках он одиннадцатиклассник с длинным каре, собранными в хвостик волосами и с бунтарской подростковой позицией, не быть как все. Экс-руководитель департамента информационной политики мэрии, а ныне главный редактор газеты «Городские новости» и отец троих детей Алексей Машегов – один из многих, кто поддержал Прохора. Как опытный родитель он уверен, хочешь контролировать важное – будь либерален в мелочах. Этого же принципа должны придерживаться и учителя. И наступая здесь на горло вот этой, может быть, странной, может быть, диковатой песни учеников, подростков, мы провоцируем только какое-то дополнительное раздражение у них, злость. Зачем? Дайте, позвольте им проявлять себя вот в этом, в малом. Спрашивайте в серьезных вещах. Учите ребятишек быть честными, порядочными, любить свою родину, любить свой город. Вот это важно. А то, что у тебя на голове, это совершенно вторичные, даже тридесятостепенные вещи. Зачем циклиться на них? История Прохора стала известна на всю страну и за ее пределами. Его поддержали сверстники, за него вступились российские звезды, известные спортсмены. Обращение для него записал и Алексей Смертин. Всю свою футбольную карьеру он ходил с длинными волосами. На сторону десятилетнего Прохора встал и всемирно известный итальянский футболист Франческо Тотти. После большого шума в социальных сетях скандал, наконец, прокомментировали в Краевом министерстве образования. Министр встретилась с родителями Прохора и лично принесла извинения. Школа не имеет права предъявлять требования к внешнему виду ребенка. У нас в Краснодарском крае более 346 тысяч учеников и все абсолютно разные. Надо понимать, что в период переходного возраста ребята выражают собственную индивидуальность путем нестандартных причесок, порой экстремального цвета волос. Таких учеников у нас много. Среди них есть и круглые отличники, победители Олимпиад, одаренные дети в различных областях, в спорте, искусстве, культуре. Нестандартная прическа – это личное дело учеников. Такое самодурство учителей с совковым прошлым сам по себе факт вопиющий и, наверное, даже циничный. Пучком раздоров в Сосновоборской школе заинтересовались исследователи. Сейчас они выясняют, насколько в рамках закона действовала администрация учреждения, не превысили ли сотрудники должностные полномочия. Тем временем мама Прохора поблагодарила всех, кто не прошел мимо этой истории и поддержал сына. Женщина рассказала, что учителя наконец-то оставили мальчика в покое. Видео опубликовал телеграм-канал «Борус». Виктория Столярова, Николай Чистяков и Виталий Субодин. Воскресные новости.